Я удивлен. На велосипеде за 11 тысяч такое колесо, это удивительно. Вот я вскрыл колесо. Значит, смотрите, первый момент. Ну, конечно, насыпные, здесь базара нет. Но обратите внимание, как они расположены, эти шарики. Смазки, кстати, здесь на удивление в обоих половинах достаточно. Ничего пересмазывать не надо. И лучше в эти втулки не лезть. Но смотрите, здесь ситуация такая, что видите, шарики, между ними зазор. То есть, пустота. И это приведет к тому, что рано или поздно, в один прекрасный момент, у вас шарики подсточатся немножечко, и подклинят, и, соответственно, разнесут все тут нахер. Потому что надо учитывать, что между ними есть зазоры. Их не должно быть в нормальных насыпных подшипниках, между шариками, когда они вот с завода новые, зазоров нет. Тут же просто такое впечатление, что рандомно положили шарики, один забыли доложить. А еще, не знаю, насколько на видео видно. Вот, видите, вот в этой части, вот в этой, вот, есть вмятина. Она была с завода, я только что открутил. Так что здесь все хорошо, с точки зрения подшипников. С точки зрения натяжения спиц, тоже, ну, нормально. У меня, конечно, тонзометра нету, но у меня, по ощущениям, вот когда я свои колеса проверяю, они натянуты так же, то есть здесь у меня нареканий нет. Спицовано хорошо, обода двойные. Следующий важный момент, обратить внимание. Снаружи втулка выглядит, ну, как нормальная втулка. То есть у нее здесь есть плавный переход, вот он он. И как будто бы все нормально. Но вот здесь появляется дополнительный ободок. Если мы посмотрим на обратную сторону, то видим, что там пустота. Сейчас попробую. Вот так. Фишка в том, что вот эта часть, она отдельно от самой оси втулки, где находятся подшипники. И получается, что чисто технически она просто насажена. Здесь небольшая коническая, скорее всего еще клей. Но там прекрасно видно, что она как бы покрашена отдельно друг от друга, а потом просто насажена. То есть это, конечно, не смертельно, потому что у вас ротор закреплен на вот эту часть. И, ну, ее не провернет, потому что вы зажали ротор. Но конструктивно это странное решение. В остальном колесо выглядит вполне прилично и не вызывает у меня каких-то нареканий. Ротор, ну, сначала я подумал, что это оригинал тектора, потому что прям безумно похож на у тектора. Вот здесь есть еще надпись тектора. Здесь только стрелочка направления и 160, но это прям копия подделки. Прям вот внешне это, я бы сказал, что это тектора, только без надписи тектора. То есть еще чуть более дешевый компонент. Я очень сильно удивлен тем, насколько хорошо заспецовано колесо. То, что здесь двойные обода. То, что здесь очень неплохие покрышки. Не болейте, и все у вас будет замечательно. ПОДПИШИСЬ!